Добрый день, друзья! В этом видео я хочу рассказать о текстурном масле — новом и весьма необычном материале для масляной живописи. Хотя вернее будет сказать, что это даже не масло, а скорее прозрачная краска, поскольку в ней есть прозрачный наполнитель. Сделать, кстати, такое масло может абсолютно любой художник за буквально несколько минут. Это очень просто, но об этом чуть позже. Итак, так вот, это масло практически прозрачно или с легким янтарным оттенком. По своим свойствам похоже на прозрачный гель. Оно легко смешивается с любыми масляными красками в разных пропорциях и придает им объем, прозрачность и дополнительные эффекты, которые недоступны традиционным средствам масляной живописи. С помощью текстурного масла можно добиваться как абсолютно прозрачного акварельного письма, так и мощной и брутальной фактурной живописи импасты или живописи мастихина. Текстурное масло может давать очень плавный мазок и деликатное полупрозрачное вписывание одного оттенка в другой, что затруднительно выполнить обычными кроющими масляными красками. Это универсальное масло способно придать очень нежные оттенки лисировкам или объемные мазки при доработке картин уже во втором сеансе. Ваша живопись может быть скульптурной, барельефной, выпуклой и убедительной. Также у этого материала широчайшие возможности применения в разнообразных декоративных и авторских техниках, в создании разнообразных текстур, приемов, эффектов. Его также можно использовать в виде очень прозрачных белил или разбавлять им дорогостоящие краски. К тому же применение текстурного масла кардинально удешевляет фактурную объемную живопись, так как его ингредиенты относительно недороги. В составе этого материала всего два компонента. Это любое художественное масло, например, льняное и диоксид кремния. Вещество это недорогое, широко доступное, продается обычно под торговой маркой Аэросил. У этого порошка много названий. Диоксид кремния, Аэросил, пирогенный кремнезем, белая сажа, силикагель. Также это пищевая добавка Е551, которая признана абсолютно безопасной и широко используется в фармацевтической и пищевой промышленностях. Например, в каждый день вы можете принимать в пищу это вещество в виде добавок в мучное, сыры, соки и тому подобное. Диоксид кремния, по сути, это очень мелкий кварцевый песок. Для простоты понимания можно представить чрезвычайно мелкие стеклянные шарики, которые в сухом виде являются легким белым порошком, а смешанные и равномерно распределенные в масле становятся невидимыми, так как имеют размер меньше длины волны света. Средний размер частичек всего 10-20 нанометров, что относит их в разряд наночастиц. Длина волн видимого света находится в диапазоне 400-700 нанометров, поэтому свет в таком материале не рассеивается и не отражается обратно к наблюдателю. Масло остается прозрачным. Аэросил, равномерно распределяясь внутри масла, создает гелиоподобную структуру. Его частички не дают масло расплываться. Образуется как бы внутренний каркас. Мазок краски прекрасно держит любую форму любых разумных размеров. Этот же каркас предотвращает усадку, образование трещин и смарщивание масла по высыхании. Продолжительность высыхания зависит от толщины слоя, количества и вида, добавленной в это масло цветной краски. Текстурное масло само по себе достаточно легкий материал, так как сам диоксид кремния чрезвычайно легкое вещество. Это дает нам достаточно легкий рабочий гель, который не утяжеляет работу. Кстати, и хранится этот материал достаточно хорошо. Он не теряет своих свойств со временем, сохраняет стабильную вязкость, не расслаивается. Этот материал я впервые попробовал около 8 лет назад. В то время я испытывал все доступные тексатропные добавки для применения в своих грунтах и мраморной пасте, а не есть видео на YouTube. Среди прочего я купил диоксид кремния и, конечно же, первым делом попробовал смешать его с маслом. Получился замечательный прозрачный гель, с применением которого за все это время я выполнил достаточно большое количество работ, сделал контрольные образцы, выкраски и прочие эксперименты. О том, что диоксид кремния широко применяется в лакокрасочной промышленности, как тексатропная добавка к краскам, это добавка, которая не дает стекать краски с вертикальных поверхностей, не дает ей расслаиваться при хранении. Об этом вообще известно, но информации в русскоязычном интернете о применении диоксида кремния именно в масляной живописи как тогда, так и сейчас практически нет. И хоть я в то время прекрасно понимал, что это абсолютно химически инертное вещество, примерно такое же, как порошок стекла, все же тогда не стал его широко использовать, так как не было стопроцентной уверенности в том, как поведет себя этот материал со временем именно в живописи. И вот не так давно случайно узнал о том, что диоксид кремния все-таки применяется в масляной живописи, применяет его одна крупная американская фирма по изготовлению художественных красок и материалов. Разумеется, все испытания материала на светостойкость, долговечность, совместимость и прочие необходимые проверки этой фирмой проведены, иначе в продажу он вряд ли бы поступил. Продают они его под торговой маркой Алиагель, всячески продвигают и рекламируют его уникальные свойства. Так что все сомнения в безопасном применении этого материала сняты. Да и по своему опыту за все эти годы не заметил никаких изменений в своих красках. Вот в этих старых работах я применял подобное масло для объемности мазка. Никакого пожелтения, потемнения, растрескивания и прочих изменений за все эти годы не произошло. Материал этот действительно очень интересный, универсальный, расширяющий возможности масляной живописи. Для кого-то уверен, применение этого масла будет буквально переворотом собственной техники, как это произошло у меня. На данном этапе я очень широко применяю текстурное масло в своих работах на всех этапах и для разного вида задач. Как уже сказано, сделать его несложно, нужно лишь приобрести аросил и художественное льняное масло, лучше уплотненное номер два. К тому же этот материал недорогой, особенно если его делать с частичным добавлением самого обычного подсолнечного масла. Аккуратно вводим порошок в масло до нужной консистенции и все, текстурное масло готово. Есть некоторые нюансы, какую марку и форму кремнезема лучше использовать, в каких пропорциях, в каких консистенциях, на каких маслах, для каких задач. Обо всем этом вы можете узнать на моем бусте канале. За все это время я провел достаточно большую работу, множество испытаний с большим количеством марок и видов диоксида кремния, а их большое количество на рынке, а также замесов на разных маслах, лаках и их смесях. Делал тесты на скорость сушки в разных условиях, скорость высыхания при добавлении различной процентовки смеси масел, процентном добавлении художественных красок и так далее. На бусте канале обо всем этом подробно рассказано и показано, начиная с того, какую марку эросила лучше взять, как грамотно и на каком масле замешать и в каких случаях использовать. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии под видео. На моем бусте канале уже есть и со временем будет еще больше весьма полезной информации и видео о всех возможностях применения этого действительно замечательного универсального материала в работе. Так что всем вам от души желаю творческих открытий и достижения новых высот в живописи. Счастливо и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok